Или попытаемся... Будем лететь в сети ИВАУ. Вот, кто-то подрузился на General Aviation. Не знаю, почему так происходит, но некоторые люди не соображают, что данный тип не может находиться на этой стоянке. Так, что у нас все выключено? Давайте выключим авионик. Я просто тут настраивался на частоту уже Граунда. Так, Паркинг Брейк Сет. Ну, давайте предположим, что мы сделали, как обычно, предполетную проверку. Или, в принципе, можем этим сейчас заняться, если хотите. Значится предполетная проверка на внешний осмотр данного самолета. Начинается из этой точки. Проверяется багажный отсек, целостность фюзеляжа. Дальше проходится вдоль борта. Смотрим вертикальный горизонтальный стабилизатор. Проверяем работу. Проверяем, чтобы TrimTab у нас отклонялась в противоположном направлении. В данной модели не реализовано. Проверяем наличие и целостность антенн. Проходим на эту часть борта. Тоже проверяем целостность фюзеляжа. Да, пока мы находились в кабине, можно было сделать следующее. Включить батарейку, включить антиколлижн, навигационные огни, такси лендинг. Да, у нас здесь гидравлический выпуск закрылок. Я не знаю, как он реализован, выпустится у нас или нет сейчас. Ну, давайте попробуем. Так, рычаг опускается. Закрылки, тем не менее, мы видим, остаются на месте. И, в принципе, если это гидравлический насос работает, ручной, нет, никак мы не можем. То есть, пока у нас левый двигатель не заведется, мы, в принципе, закрылки выпустить не сможем. Ну да ладно. Давайте тогда их уберем, чтобы не забыть. Помпу назад спрячем и продолжим наш предполетный осмотр. Значит, подходит, подходим к левому закрылку. Смотрим направляющие, все болты и гайки, чтобы были затянуты. Проверяем элероны. Тоже смотрим крепление элеронов. Проходим, смотрим, навигационный огонь. На левой стороне красный, должен гореть. Потом проверяем лидинг эйдж. Тоже смотрим на стол индикатор. Стол... Ай, как же, на русском-то, господи, бог памяти. Датчик сваливания. Он здесь установлен на лидинг эйдж, на левом крыле. Дальше переходим к мотору, открываем лючок. Открываем лючок, проверяем уровень масла. Должно быть от 10 до 12 кварт галлона. Проверяем инлет, чтобы не были забиты. Проверяем визуально винт, без повреждений. Проходим вот сюда, вот наклоняемся. Здесь дренируем топливо. Здесь три точки дренажа топлива. Вот тут лючок открываем, там есть один лючок. Открываем его, дренируем топливо. И проверяем наш колл флап. Он должен быть в позиции открыт, а он в позиции закрыт. Значит, сейчас пойдем в кабину. Быстренько откроем наш колл флап на обоих двигателях. Так, есть, открыто. Значит, колл флап это для охлаждения двигателя используется. Так, примерно так, да? Так, а вперед как было? Вот так вот. Все, вроде бы настроил. Ладно, поехали. Вот теперь наши колл флап открыты. Вот они. Проверяем. Также смотрим левую основную стойку шасси, тормозные диски, колодки, нет ли утечек. Потом переходим к носовому отделению. Так, проверяем ли закрытый багажный отсек. Хотя он с этой стороны, там в самолете реализован, это в ПА-34, он с этой. Проверяем тоже переднюю стойку шасси, пневматик, как накачано, все дела. Проверяем, убеждаемся наличие работы Ленинг Лайдс. Проходим вот сюда. Тоже те же самые операции проделываем. Дренируем топливо с трех точек. Убеждаемся, что колл флап открыт. Визуально мы это видим. Просматриваем пневматик правый, тормозные диски, колодки и также утечки. Потом открываем здесь лючок, убеждаемся в наличии масла достаточного. Закрываем лючок, просматриваем инлет, просматриваем визуальное поражение правого винта. Проходим лидинг-кейдж, смотрим, осмотрим. Да, тут у нас бутсы стоят, так называемые, на этом самолете. Я на котором летал, на Эко-Чарли, Голь, Голь, Фоксрут, система была не рабочая, поэтому она была размонтирована и просто алюминиевая, алюминиевый лидинг-кейдж. Передняя кромка крыла стоит на этом самолете. На этом же, похоже, стоят, так скажем, прорезиненные бутсы, которые, если на передней кромке крыла начинается обледенение, то можно, если у нас противообледительная система, можно включить и пневматическая, это противообледительная система, ударит с внутренней стороны крыла, поэтому под давлением воздуха ударит, и лед теоретически должен отскочить. Значит, тоже убеждаемся и на левом крыле, и на правом, что лидинг-кейдж у нас не поврежден, все нормально, здесь проверяем навигационный зеленый огонь, тоже просматриваем элероны, крепления, закрылки, направляющие, тоже просматриваем все болты, гайки, все нормально, ну, в принципе, внешний полет, убеждаемся, что нет никаких особых видимых повреждений, и на этом, в принципе, внешний полет закончен, можем пройти в кабину и закрыть за собой дверь. Так, дверь закрыта, значит, выключаем все огни, и выключаем мастер свитч. Так, давайте отправим, наверное, план полета, глянем, что-то контроль не появился у нас, да, даже ушел в этом, был граунд в спальне, ушел, только тауэр остался. Значит, я раньше смотрел, но сейчас можно посмотреть, у нас на вылет, значит, давление у нас 10-14, на вылет работают 6 правая, 6 левая, в принципе, рулить нам тут немного, от нашего места стоянки, мы развернемся, и вот, скорее всего, не через кэбэк, а прямо вот сюда подъедем, а нет, здесь запрещающий знак, отсюда мы въезжать не можем, значит, мы поедем на South дорожку, и с этой дорожки, сразу повернем на нашу 06 правую, отл7, отсюда мы не можем заезжать, тут кирпичи у нас стоят, в принципе, только оттуда, без проблем, значит, мы через гейт кэбэк заезжаем на отл7, тут, в принципе, рулить и руление особо изучать и не надо, давайте посмотрим лучше схему выхода, ну, отправим, давайте план плюс отправим сразу, так, да, из лепы отправляемся, нет, не годокс, у нас будет здесь, у нас здесь будет, это схема выхода, хотя давайте посмотрим сначала схему выхода, потому что вчера я летал, Пальма де Майорка, стандарт инструментал депарчер для ранной 06, может быть, и другой полет совершим, да, нету тут Бакакса, Бавер, значит, мы будем взлетать с правой, и поэтому, я думаю, лучше всего, ну, Бавер, он заканчивается аж здесь, выход, нет, Бавер, 1 Гольф, 1 Браво, это точка Косоль, Косоль, давайте посмотрим старый на, на ибиссе тоже, ибисса, старый, вот я даже не знаю, какой там на ибиссе контроля нету, можем посмотреть метар на ибиссе, метар, так, поехали, что нам тут метар говорит, ветер 40100, переменный variable, так, QNH отличается, 1012, FU на 1700, брокен на 2000, 18 температура, 14 точка росы, значится, при таком ветре, а не, вот у нас, ну да, 08, 14 узлов, это будет шестая полоса в работе, то есть, старый, надо смотреть на шестую полосу, значит, в принципе, я думаю, нас устроят ибовер, но, давайте посмотрим старый, на 06 полосу, стандарт, так, какие тут точки есть, мулар, руксет, так, бокакс 1 виктор, но бокакс у нас такого выхода нету, кассоль, 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 кассоль вот есть, ну, это RNAV заход, поэтому, в принципе, нам его, будет довольно проблематично реализовать, 236, это основывается на, Майкл Джулиет Виктор, до кассоль, а там долетим, потом можем взять курс, а это основывается тоже, на Майкл Джулиет Виктор, 225, а, ну, в принципе, они, эти две точки, основываются на одном и том же, маяке, они не, они не по радиалу идут, они основаны на одном и том же маяке, вот на этом, VOR DME, Майк, Джулиет Виктор, спасибо, Ксюнечка, а может принести мне сахар куда-то? Ну, я думаю, если мы возьмем, курс 236 с точки кассоль, то есть, точнее, хэддинг, посмотрим сейчас, ветер вроде не сильное там дует, вот сейчас, возьмем хэддинг 236, и попытаемся выйти на радиал 225, 75,9, этого же самого VOR, Майк Джулиет Виктор, хотя, конечно, теоретически, в реальной жизни, если у нас нет хотя бы GPS на борту, мы не сможем выполнить этот заход, ну, это странно, вроде бы, ну, то есть, сможем, только на, только мы должны будем запрашивать векторение, постоянно нам будут давать вектор на эту точку, потом на эту, потому что, здесь тоже, РНАФ заход, на ИА в Тильну, ну, ладно, попытаемся, потому что, в противном случае, давайте посмотрим еще раз выходы, какие есть, вдруг можно как-то выйти все-таки, нет, косоль, через, через затвор, нет, есть еще, ЭПАМА, но ЭПАМА такого входа, нет, не существует ЭПАМА, Ладно, что еще можем придумать, ЭПАМА, ЭПАМА, и БАВЕР, БАВЕР тоже такого входа нету, да, БАКАКС, нет, нет, значит, будем осуществлять вот этот, КОСОЛЬ1ВИКТОР, значит, а что нам для этого нужно, для того, чтобы осуществить выход, мы будем взлетать с 0.6 правой полосы, так, давайте посмотрим еще разок, мы ищем, КОСОЛЬ, мы ищем, КОСОЛЬ, однотронечко ты делаем и по отzilla так далее. то другимmonth phere мы взлетаем и перехватываем радиал 0.72 до 9 дМ�� дЖУЛЬД-ОСКАР альфа потом правым виражом, правым разворотом делаем арочку 15 наутикал майлз деми прямо на кассоль так то есть ничего сложного нет делаем арочку 15 наутикал майлз от вот этого майк джулит виктор да то есть 0.72 курсом перехватываем джулит оскар альфа и на удалении 9 миль начинаем делать после прохождения 9 миль начинаем делать арку вот на этом радиале и кассоль будет когда мы будем на 164 радиале это будет означать что мы находимся на точке кассоль выхода и после этого мы возьмем heading 236 и попытаемся вылететь вот на эту точку которая называется малар после нее возьмем 294 и попытаемся вылететь на следующую которая initial approach fix в ибисе называется точка тильно значит кассоль и это будет кассоль как мы смотрели уже кассоль кассоль вон браво поехали возвращаемся в наш симулятор значит здесь ставим кассоль кассоль департур 14.34 давайте через 10 минут 45 я думаю нам хватит времени у нас должен быть четный значит полетим на 8.0 эшелоне кассоль лейб лейб время в полете ну я думаю примерно около часу займет запасной лерс и давайте давайте левц виктор чарли это валенсия там от бисы рукой подать вот пускай будет ли мая корон мерсера риос так эндуренс я поставил я взял до половины топлива так посмотрим кто то у нас смотрит сейчас нет трансляцию смотрит 0 человек и хорошо я вылетаю сам в таком случае один человек на борту так в принципе можно отправлять план полета давайте еще раз посмотрим можно закрыть вау вебай он появился и прочная это хорошо значит мы его попросим чтобы он нас вывел на подходящую точку в работе полоса 6 как мы и догадывались 10 12 все нормально все совпадает так в принципе давайте зайдем в кабину нашего самолета включим батареечку включим avionics так у меня выбрано второе радио 118 и 3 чистота нашего диспетчера будет есть да кстати до этого я до этого уже выставил 10 14 давления ничего он не отвечает ему я пока с вашего позволения с агаркусия насыплю в чай а вот вот и вот и и и и и и и Радио чек. Так, ладно. Сейчас я уже начну говорить. Смарджет 001, станд 64, информация delta, onboard инструмента... Майкет 001, палма, левыйe и смоёт 1,idan, не… Ом. Смарджет 001, палма, левый и смоёт 1,idan, 1,idan... Деливери говорят открылся. Так, ладно, поехали. Продолжение следует... 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 рычаги подергаю, а то немножко начинаю отключить именно управление тягой, да, джойстик у меня сайты, не покупайте сайты. Так, один двигатель завели, заводим, теперь правый двигатель. Скокайден, он правого рассела, идентифицировать хочет кого-то там. Так, заведены наши двигатели, продолжаем. Так, давайте поднимем на громкость немножко симулятора, чтобы вам там было тоже погромче, да и мне. Ой нет, так что-то очень громко. Давайте вот так до половины. Да, вот так лучше, но так я не слышу диспетчера. Вот так вот. Вот так хорошо, не знаю как там вам, но мне в принципе нормально. Так, завели, включаем Avionics, включаем наше радио, давайте выставим сразу 3252 на ответчике, 3252 на ответчике. Переведем позицию Standby. Включим наш DM. Выставим нужные частоты, а нужные частоты у нас следующие. Так, идем сюда. Нужные частоты у нас следующие. 11770. 11770. 11770. 11770. 11870. 11870. 11970. 11870. Так, давайте поставим 121.7 сюда тоже поставим и переключимся на радио 1 121.7 Оп. Поставили и давай радио 1. Ком 1. А сюда сразу поставим 118.3. Это у нас Тауэр. На испанском Торре. 118.3 сет. Так, давайте проверим наши... Нав 1. Там была 3-3-3. Точка тире заканчивалась. Оно. И давайте проверим Нав 2. У нас стоит на 113.300. Нав 2. Да, можем, кстати, включить уже навигационные огни. Мы завелись. Такси. Тут, тут, тут. Это... Тут, 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 тут. Он. Вырубаем, чтобы нам не пили. Так, в принципе, мы готовы к таксованию. Тут у нас 1500 оборота стоит. Давайте, да, проверим. Кстати, сразу просто холододвигатель надо было проверить oil pressure, чтобы был как минимум в желтой зоне. Ну, в принципе, все. Сейчас проверили. Топлива половина. Все нормально. Можем, в принципе, просить такси-клиренс. Так, кто присоединился. Два человека. Привет, парни. Пишите в чат. Буду на эшелоне заходить. Может быть, даже чем-нибудь прокомментируем. Приметра � gesprochen. Вstem, паракопия. Почти. 0406, записывай львов ЭКОЧАЛИ ГОЛФ ФОКСТРОТ, ТАКСИ ВАЯ КЕБЕК, ОТЕЛ 7, РАНВВЕЙ 06 РАЙТ ТАКСИ ВАЯ КЕБЕК, ХОЛЛИН ШОРТ, ОТЕЛ 7, РАНВЕЙ 06 РАЙТ, ЭКОЧАЛИ ГОЛЬ, ГОЛЬ ФОКСТРОТ Ну, дал такси, такой, как мы предполагали Так, дальше, выключаем тормоза Дальше, интересная особенность этого, хотя он уже сорвался и на Так, ну не знаю, как у вас там лагает видео, у меня немножечко вроде как рывками идёт, но в принципе, всё достаточно плавно Так, вон он, Кэбек Поехали к Кэбеку Кэбеку для заезда сюда но он нам так сказал поэтому мы так и едем так останавливаемся перед линией parking brake set и начинаем проверку двигателей магнита для этого увеличиваем обороты до 1800 есть и на 300 оборотов снижаем ну что такое не работают что ли а мы па еще должны были фазы сэнки форио сервис ван ван айдесимал 3 и к чарли голливоль фокстрот так давайте попробуем снизить до полторы тысячи и попробуем проверить от седова ни черта не происходит вот только что похвалил модельку не работает ну ладно будем считать что мы проверили давайте проверим хоть магнитос там работает 1700 магнитос упали обороты магнитос реализованы подымаются должно падать от 50 до 150 оборотов допустимое значение перекрестная проверка падают подымаются так давайте убедимся что у нас выставлен триммер в позицию теков яв триммер не выставлен в нулевую позицию сакшен у нас работает есть от 4 до 5 у нас насос работает который создает вакуумный насос который раскручивает наши гироскопы для наших приборов для heading indicator и sleep and turn indicator все работает давайте проверим по компасу там около 155 показывают да чуть больше 155 проверено так ну можно в принципе опускать обороты до холостых наличие топлива соответствует загруженному можем конечно перекладывать баками но он тут почему-то глохнет до этого по два бака в крыле поэтому есть переключатель баков тоже половина надо делать это быстро чтобы не заглох представим что в том блоке тоже сделали и переключаемся на башню information echo у него пальма тауэр эко чарли гольволь фокстрот он от l7 runway 06 right ready for departure information echo чарли гольволь фокстрот так убираем паркинг брейк нажимаем на педальки добавляем порядка 1500 оборотов да это еще одна интересная особенность этого самолета вот я вчера был полностью загружен он начинал двигаться только с 1800 оборотов сейчас раньше чуть начинает на самом деле настоящий самолет вот я летал мы даже летали в четвером и в пятером и и с полной загрузкой правило из аэроклуба вылетается такая даже рекомендация на 6 часов полета это было про 24 ну и позволяла нам масс ин баланс и перформанс аэродрома так взлетать и он спокойно начинает двигаться в районе тысячи 1200 оборотов чуть больше тысячи даешь он уже все покатился так нам сказали line up так давайте вот такой вот сделаем маневр как есть вопрос знаете какая полоса ненужная нужная полоса это та которая остается за спиной так мы выкатились на взлетно-посадочную полосу давайте включим наш отверщик так давайте включим вот это вот и я выключил наоборот и лэндинг лайтс лэндинг лайтс он такси лайтс офф и плавненько сначала удерживает ромоза даем поднимаем обороты и когда он уже начал вырываться до конца удерживаем осевую олен грин я проверил инструменты тоже странность его должен тянуть в общем-то влево а не вправо взлетаем позитив рейт гироп давайте чуть больше возьмем так теперь нам выставить мы забыли выставить 0 72 радиал для перехватывания и сразу уберем до тридцати манифол прежер и до вот так 24 примерно и дальше в наборе до пяти тысяч нам дали набор отлично контроля и прочь появился уже так один один девять сто пятьдесят от 175 150 переключаемся так давайте возьмем радиал там же был радиал 72 если я не ошибаюсь так главное чтобы не улететь никуда ранвый сирос 6 left right косоль радиал 72 да вот так косоль ван браво пальма approach good afternoon go charlie goal goal foxtrot performing косоль ван браво at intercepting радиал 0 62 distance from VOR mike juliet victor 36 nautical miles 3.6 nautical miles 3.6 nautical miles чё-то у меня не услышал что ли а я тебя неплохо слышу давайте звук уменьшим симулятора Can we repeat please climbing ту flight level 0 8 0 continue не расслышал я его у него слабенький какой-то микрофончик стоит давайте еще тогда поднимем радио так team speaker давайте поднимем вот так вот чтобы я слышал его хорошо главное чтобы не оглохнуть теперь когда они начнут говорить так ну вот мы перехватили наш 072 радиал продолжаем подниматься так он нам дал уже до 080 давайте поставим стандартное давление 4 вот стоит 1013 стандартное давление выставлено так и по схеме мы должны удалиться до 9 миль а потом начать перехватывать а потом делать нашу арочку от другого вора который выставлен у нас здесь 113 decimal 3 на 15 наутикал майлс кстати какое у нас тут удаление от другого 12 наутикал хорошо так они разные нужно дать плюс до 50 значит далековато сидим принципе так все хорошо видно так 5000 и не шелк ламп лэйл прошли fuel engines direction пока не проверяем радио сет и алтиметр сет 1 0 1 3 все хорошо так 8 наутикал майлс давайте сразу сделаем разворот примерно поставим себе кремольерку где-то примерно на я думаю на 1 1 3 0 9 наутикал майлс и пошли разворачиваться в то время переключаем наш тройвор так сюда вот он 13 30 сейчас нам скажут удаление до него и давайте сразу на него направим так вот это к нему перескочила стрелочка ту продолжаем набор продолжаем так вот так вот 14 6 мы должны на 15 делать арочку то есть мы нормально рассчитали нашу кремольерку по хейдингу поставили примерно правильно под таким углом планочки мы будем удаляться и когда 14 7 великолепно так я думаю можем смотря за температурка чуть уже убрать смесь растет 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 температура начала падать давайте вот так вот поставим так 14 9 мы пересекли планочку давайте еще немножко удалимся значит выставляем на 5 градусов еще и когда покажет нам 15 наутикал майлс в принципе можем поворачивать в так вот так вот и витаме удачи раздевать давайте пока полетим в этом направлении скажи 15 давайте довернем в сторону перпендикулярно нашей выставленной планочки 400 to go и делаем арочку так вот забыл опять как обычно время забыл ну давайте поставим сейчас время прибавим потом минуты 3 8000 оп ой что это так резко никогда не так не делайте резко не надо дергать так ну давайте снизим до 25 дюймов наш манифолд от себя от себя не надо подниматься больше 8 так 14 9 пока продолжаем лететь в этом же направлении чтобы удалиться на 5 градусов еще переведем нашу планочку 25 и шаг поставим 22 2200 оборотов хороший режим так сколько у нас уже 15 0 ну давайте довернем на планочку будем у нас прямо самолет сам нам говорит давайте-ка летите прямо на 15 наутикал майлз то есть делать арочку как можно можно точнее так значится 14 9 приближаемся высота по немножко растет плохо давайте еще дадим от себя я забыл там уже на каком радиале какой радиал когда мы достигнем какого радиала это будет косоль на 164 радиале ну в общем ничего сверх естественного нету когда хвостик стрелочки поднимется вот примерно сюда на 164 радиал значит мы будем над оверкосоль доложимся и нас почти 100% сразу передадут и прочее биса он был во всяком случае давайте еще на 5 на 5 градусов поднимем наш радиальчик пока полетим в прежнее направление чтобы дистанция на 15 миль удалилась и начнем опять резать его по прямым углом 15 давай доворачиваем на станцию плавненько красиво да летим в ручном режиме как будем над косолем не дергаемся плавно как будем над косоль я включу автопилот чтобы было немножко попроще так мы на 8000 давайте проверим что там со смесью можем ли мы еще ее обрезать температура растет 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 начал падать и чуть-чуть низ вот это будет отличная хорошо выставленная смесь залог экономии топлива так 14 9 продолжаем лететь в этом же направлении пока пересекли пересекли крутим еще на 5 радиальчиков 14 9 как только будет 15 сразу довернем на станцию немножко и под 90 угловом при 90 раусов пересечем следующий выставленный нами радиальчик так 15 0 можем доворачивать под 90 градусов красиво аккуратно есть ну пока мы летим можем кстати глянуть как у нас получается наша арочка так вот они мы да появился тут полностью контроль везде на 200 футов поднялись пока разглядывали наши красивые арочки так давайте еще на 5 поднимем 14 8 пролетим в этом же направлении косоль и потом нам надо будет взять курс 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 236 давайте сразу кремольерку выставим на 236 чтобы уже потом не париться 220 235 6 выставлен 236 248 ну летим по моему мы даже можем немножко открыть потому что мы вроде так и так под открытым углом летим не под 90 раз а расстояние уменьшается значит скорее всего ветер нас сдувает в сторону станции поэтому можем немножко даже открыть носик приподнимем чтобы больше не терять высоту мы как раз на 8000 в сечах 14 9 так значит нам сказал сулум это через Тильно да заход 15 0 можем повернуть на на станцию довернуть немножечко и в принципе поменять следующий радиальчик поставить на 5 перекинуть на 15 11 давайте еще довернем на станцию потому что уже удаляемся малость есть есть субтитры 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 делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Добавил 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 DimaTorzok 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 Субтитры сделал 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 DimaTorzok DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 Маргия 001, номер 3 в секунции. Номер 3 в секунции, Маргия 001. Номер 3 в секунции, Маргия 001, номер 1, номер 1, номер 1, номер 1. Номер 8 в секунции, Маргия 002, номер 08. что-то сегодня много напряженный контроль-одень и прочее так кстати лейнг можем потушить уже давно было эту кнопочку надо было включить бы уже давно и филпам кстати на не на не для этого крафта для па-34 посмотрел чек-листы и они не включают только на посадке включают филпам на взлете не включают и для завода движков это дополнительная филпам электрические так мы летим уже 27 минут где-то полчасика смысле имею ввиду именно от момента взлета ну и где-то полчасика нам еще остается со всеми заходами и т.д. и т.п. и гарус 252 контакт палмарадар 1-2-1-3 и гарус 256 палмарадар 21-3 ну а у нас в группе методиона 3-4-5-6 алло алло лутанса карго 1-2-1 лутанса карго 1-2-1 лутанса карго 1-2-1 цена карго 2-1-1-2-1-1-2 лутанса карго 2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-1-2-1-1-2-1 Субтитры сделал DimaTorzok Смарджет 001 Смарджет 001, descenso 4000, QNH-1012 Наш 012, descenso 4000, QNH-1012 Идреспресс 3802, descenso 4000, QNH-1012 4000, QNH-1012 Но, чтобы выйти правильно на точку Это означает, что, в принципе, у нас ветер с левой стороны Давайте, что ли, почетерим Так Где тут ветер-то, ёлки-палки А, 119 120, 119, да, с левой стороны Вот он нас и сносит постоянно сюда Поэтому мы так быстро вылетели на радиал Но он всего 6 узлов Но всё же А моделька, конечно, очень красивая Не могу нарадоваться, как она выполнена Ну, просто чудесно Продолжение следует... Абберлин 212, good evening, информация India, flight travel 100, inbound MOLAR Абберлин 212, продолжение Продолжение следует... Спасибо, за мной. Германию 181-1-1-1-2-1-2-1. Левел 1-0-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-2-1. так а что происходит что-то очень много бортов что-то да да они как мухи тут слетел здесь намет зацветела арочка а вот наш полет смотрите в принципе красивая арочка получилось довольно видите вот мы нас сдувало ветерком и теперь мы немножко взяли поправочку так мы продолжаем приближаться к нашему радиалу а нам еще лететь 20 миль чуть меньше ой 225 так что давайте возьмем еще поправочку вот так вот прямо здесь отдыхали амопрейплик иберия 3 3 8 0 2 5 4 4 5 4 5 5 5 6 6 5 5 5 5 5 5 5 5 6 6 5 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 6 Субтитры делал DimaTorzok Добавил 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 DimaTorzok Далее Initial Vector 2.9.0 Добавил DimaTorzok 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 Но, скорее всего, с этой точки мы можем уже захватить глиссаду и идти уже в глиссаде до конца. Мы класс А-aircraft, поэтому у нас будет 239-240 футов наш минимум. И снижаться мы будем между 80 и 90 узлами. То есть, rate of descent, это ground speed. Блин, я перекрикиваю постоянно их, я не знаю, как вы их слышите. Так, немножко снижу, вот так вот. Ладно. Значит, наш ground speed будет примерно 450 в районе 450 футов в минуту. Для нашей ground speed 90 здесь неотвечен в таблице. В принципе, prelanding briefing complete. А, Mr. Proch. Mr. Proch основан на VOR Ibiza 11780. И нужно нам взлететь, взять runway heading и потом перехватить радиал 077. В общем, prelanding briefing complete. Так, 75 и 9, мы как раз над точкой берем 290. Давайте ему скажем... Как она называется? Малар. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... САП 2-0-4-1, РАЙТЕДИН 3-3-0 РАЙТЕДИН 3-3-0-4-1 Вон... И ставим наш 17-80 И там был... 250, по-моему, был, да? Эта точка основалась, это... Initial approach fix Так, давайте вырубим 250, по-моему Так, да, 250 ибисса, тильно, тильно На удалении... Ибисса... 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 Аппроцимацион... Буна тарде... Савианка-245... Янки... А 7 милл... Бруно... Солиситамас... Инициар десенса... Сав-2-0-4-2, СПИД-180 180, Сав-2-0-4 Исса... Сав-2-0-4-1, РАЙТЕДИН 0-5-0 РАЙТЕРО-5-0, Сав-2-0-1, Исса... Сав-2-0-5-0, Сав-2-0-1, Исса... 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 Сав-2-0-4-1, Исса... 0-0 реклама, председатель Гарго-1-2 АВ-245, Янки, очень хорошая позиция Невел уровень 1-6-0, мы обеспечиваем descenso АВ-245, Янки, в контакте с радаром, 1-6-0, descenso, уровень 0 Descensso, уровень 2-4-5, Янки 9-4, Виски, Альфа, право-хединг 170, право-хединг 170 Давайте глянем, что-то у нас в воздушном пространстве происходит Да, вот тут начали выкравниваться Вот это наша точка, это Малар, которая у меня постоянно из головы выскакивала И сейчас мы теоретически нам дал, Виктор на Тиль надал 290, а по схеме, как он там, 294 Потом можем даже немножко, хотя... Немножко довернуть На 4 градуса Да, и давайте по 0-6-2, Final Course, да, 0-6-2 Иси, 9-4, Виски, Альфа, Speed 180 Speed 180... Speed is already 170 for the 9-4, Виски, Альфа ОК, МАНТЕН 170 И МАНТЕН 170, Альфа, Виски, Альфа Альфа, 245, ИК, ДРУН, СВЕРН, ВЕРН, 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 АЛФА, СВЕРН, 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 СВЕРН Субтитры сделал DimaTorzok 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 Дирекшнл в спуске вроде тоже, ну, как бы, тоже нельзя, потому что... Райт-хейдинг, 3-3-0, качали голливый Фоксрот. Да, я думаю, он нас заводит на локалайзер. Давайте уже сразу выставим... ЭП-62. Да, вот он нас... Давайте, кстати, обороты повысим уже до 2400. Будем готовиться понемножку... К заходу. Он нам дал на 4000. Давайте тоже смесь до конца поставим. Колфлапс Оупен. Мы их не закрывали. Райт-хейдинг, 3-5-0, левел 8-0. 8-0, Районер-файд-6, доблево Фокс. И ПАДРА, 2-2-2-3-3, ха, ауяк, левел, эуяк, левел... Продолжение следует... Давайте не будем напрягать диспетчера, поэтому не будем сейчас сразу выдвигать закрылки. До четвертой на Autical Miles будем держать скорость порядка 160, потому что там сзади много самолетов летит. Так, давайте мы уже ниже опустились. Давайте Rate of Descent снизим. Томсун 3, Б. Янки, Лев, Хеддинг 060. Лев, 060, Томсун 2, Б. Ко. Charlie, Голголь Фокстрору, intercept, Хеддинг 090. Сигнал 090, intercept, Хеддинг, Ко. Charlie, Голголь Фокстрору. Эмиса, hello, Ренеер Факт 3, НОВЕРФОКС. Ренеер Факт 3, НОВЕРФОКС. Давайте добавим до 20, до 20 дюймов, чтобы увеличить скорость, а то точно... Продолжение следует... Ф1. МИЗА, Muitoika, FLY MILANO 143, ECOW, extraordinary information, India. Climbing 6R. FLY MILANO 143, ECOW, Райдар контакт 2000. Клайм левел 120. Левел 120. Флаймилалов 143. Экограпсерс. Экошарли Голлвольфоxtрот. Я не могу тебя на Райдарферке. Да, я не могу тебя. Не то, подвинул. Так, подниму еще до 21. Включим Ленинг Лайтс. Давайте включим насосы. Так. Максимум. Максимум. Спит. Учим. Максимум. Спит. Учим. Смайл. Бомбо 080. Смайл. 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 Максимум. Смайл. 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 Вталер. 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 Ты должен получать автопилоту нахив. Субтитры делал DimaTorzok 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 DimaTorzok Субтитры делал 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 DimaTorzok Поз 니ц admireui DimaTorzok Ну ладно? Субтитры делал DimaTorzok MayoTorzok Садимся Как только это возможно, сразу покидаем взлёдку, потому что четыре борта там стоит, и ещё этот лось чё-то стал здесь. Так. Вырубаем, вот это всё значит. Такси включаем. Ленинг выключаем. Чарли надо мэнтейн, он сказал, значит здесь останавливаемся. И вырубаем здесь тоже. Стэндбай. Давайте вырубим эти долбаные насосы, потому что они немножко... Рычаги фул не поставил, вот дурачок. Так. И поехали. Контакт. Граунд. 121.925. Ну да. Так. 121.925. Так. 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 Да, Пулмантур 7549. Пулмантур 7549, confirма, извините? Да, confirма. Да, вперёд, вперёд. Взлёд. Взлёд. Да, Пулмантур 7549. Принес, противень. Нет. Выберёшь, сколько бортов. Не взлёд. Извиняюсь. Сим... Пусть в маршрутуmat, и... И... Паркназа. Пишу, как рядано. Пишу, мы удерживаем. Сим... Принес, а сперва 7549. Ибиста Граунт Граунт Гоу-Чарли Гоу-Гоу-Фокстрот, Монтейнинг Вайя Фокстрот Чарли, request taxi to the gate. Чарли Гоу-Гоу-Фокстрот, good evening, continue taxi by Alpha to General Aviation. Вайя Alpha to General Aviation, эко Чарли Гоу-Гоу-Фокстрот. Никаких сюрпризов здесь нет, аэродром Лёхи, поехали. Ибиста Граунт Граунт, Ибрай Спресс 3807,по peuple вправе. Эта пойдет вılan, 거예요 � correspondence? Вау, Ибрай Спресс, 3807. Ибрай Спресс, 3807, good evening, пус Hokstadthat friends non-prové, 일본 Separation 2ні. Субтитры делал DimaTorzok Вот кто-то прилетел и уже сразу улетает, то есть не хотят даже выходить из сети Так, так прет людей Ну да, но и прет, когда много народу, такая толпа Сегодня, по-моему, ивент какой-то, по-любому Так что мы с вами попали на ивент Субтитры делал DimaTorzok 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 ДимаTorzok